Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я перевожу на русский язык новости, которые происходят в Турции из официальных источников здесь в стране. Если вам интересно, чем на самом деле живет Турция, какие здесь есть плетни, чем интересуются жители страны, то вам точно на этот канал. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику, поэтому милости просим. Давайте приступим. Новостей сейчас у нас скопилось много. Извиняюсь за неоперативность некую. Была занята и последние самые свежие активно обсуждаемые новости в турецких СМИ, в турецких соцсетях, конечно же, и среди граждан. Буквально вчера в районе Полудня, недалеко от Стамбула, Ялыкёй пляж, у нас такое есть побережье Черноморское, туда был вынесен течением морем беспилотный катер, который был просто напичкан снарядами, вооружениями, он был заминирован. В целях безопасности этот беспилотный морской аппарат был извлечен из воды. Длина у него была 3 метра, ширина 1 метр. С пляжа эвакуировали всех людей, граждан, вообще, кто мог подвергнуться какой-то опасности, если бы произошла детонация или взрыв. В общем, его извлекли из воды, разминировали. На данный момент из официальных источников нет конкретных утверждений, кому может принадлежать этот катер, скутер. Предположение, конечно же, он был заминирован, это отголоски войны, которая сейчас идет, и это либо он участвовал в каких-то движениях, скажем так, атаках в Черноморском побережье на Черном море, либо он плавал, дерифовал просто заминированным, чтобы какие-то корабли могли на него наткнуться и произошла детонация. В общем, неизвестно каким-то образом. Это прибило к берегам Турции на Черноморском побережье возле Стамбула, там, где городской пляж, люди плавают, отдыхают, жители живут. В общем, слава богу, обошлось без последствий, никто не пострадал и детонации не произошло. Еще одна большая новость, связанная с иностранцами, в частности с россиянами, здесь это в Турецкий Сын, кстати, обсуждалось, это была новость дня. Погибла байкиша Татьяна Азолина, она известна под псевдонимом в соцсетях, как Мото Таня. Это блогер, в первую очередь, это тиктокер, у нее около 5 миллионов подписчиков, 2 миллиона подписчиков на Ютьюбе было, также в Инстаграме около миллиона. В общем, это очень популярный, заметный человек и фигура, и инфлюенсер. И эта новость, она, конечно же, у нас целый день форсилась в СМИ турецких, они ее очень хорошо подхватили, обсуждали. Что произошло? Произошла авария, в которой участвовали, ну скажем так, 4 действующих лица, это водитель грузовика, с которым произошло столкновение, сама Татьяна, турецкий блогер, их друг, который участвовал в этом заезде, и еще один парень, мужчина, который с ней приехал, Сергей Хардиков, не знаю, как правильно поставить удаление на его фамилию, это парень, который был с ней, и турецкий блогер Нур Обут, он тоже, кстати, популярен, ведет свои соцсети. В общем, произошло столкновение по непонятным причинам, Сергея, камера не записывала тогда ничего, она была разряженная, как он сказал, в итоге он позже заявил об этом. Но инцидент произошел, девушка умерла на месте до приезда скорой, остановились очень много машин, которые, это было все на трассе за городом в районе Муглы, и оказывали там первую медицинскую помощь, там даже нашелся реаниматор или врач какой-то, в общем, или медицинским образованием кто-то. Девушку не удалось спасти, турецкий блогер, ее друг тоже попал в ДТП, упал, у него тоже было столкновение, он остался жив, но с повреждениями он был в итоге госпитализирован, Сергей остановился, как бы он в аварии не участвовал, не падал. Версия турецких именно СМИ была о том, что, скорее всего, Обут, он был виновником этого ДТП, подрезал, я не знаю, сбросил скорость и так далее, там очень много было различных версий в СМИ, опять же, неофициальных, а полиции. В общем, когда ему оказали медицинскую помощь, потом его взяли под стражу, у него брали показания, так же, как и Сергея взяли под стражу, вот его продержали около суток в полицейском участке там до ночи, в итоге выпустили, его вины там никакой нет, но попросили из стороны не уезжать. В итоге Сергей, когда уже вся эта история закончилась, через парочку дней дал опровержение, информация с его уст, как он это все видел, он сделал пост в социальных сетях, в которых он заявлял, прям официально, что вины этого парня нет, его версия по факту расходятся с версией полиции и турецких СМИ, что этот парень вообще никак не препятствовал, не подрезал ее, рассказал, как вообще все это произошел процесс, изначально вообще СМИ давать другую информацию, что якобы Таня вообще встала, двигалась, ходила, потом упала и умерла, вообще по факту вроде как в сознание и не приходило, но в любом случае трагедия свершилась, сейчас решается вопрос о перевозке тела погибшей в Россию, по факту у Тани остались в России родители, 13-летний несовершеннолетний сын и супруг у нее есть, в общем, мы приносим, конечно же, соболезнования. Вторая новость, которая тоже будоражила СМИ последние два дня, это задержание террориста из России, который бежал в Бодрум, зовут его Евгений Серебряков, парня задержали в Бодрум, об этом же, причем сразу у нас было заявление Алиерли Кая, министра внутренних дел Турции, что произошло, что было в турецких СМИ на эту тему. Конечно же, форсились видео задержания парня, когда его повалили на землю, потом взяли наручники под стражу, посадили в машину, его допрос, который он давал на русском языке, перед депортацией, совершилось теракт в Москве, да, ночью, и молодой человек успел вылететь в 9.40, он прибыл в Бодрум турецкий на самолете из Москвы, Москва-Бодрум, в итоге парень прошел контроль, потому что только в 10, примерно в 10.30 утра, то есть через практически час, как он уже был в стране, не прошел контроль, он успел это сделать, только тогда позвонил я с запросом из России и по каналу Интерпола для внесения молодого человека в списки для задержания. Соответственно, когда списки эти получили, обновили списки фамилиями, его ориентировку получила, турецкая полиция, он уже был на свободе, он уже был в городе. В итоге, вот буквально в течение нескольких часов молодого человека задержали, это, конечно, было сделать нетрудно по камерам, мы последили в Турции, везде все в камерах, произошло задержание, допрос его, хочу отметить, в турецких СМИ была информация о том, что прошло медобследование молодого человека, было зафиксировано его физическое состояние на момент ареста, задержания в Турции, что там, условно, ему не было нанесено никаких ущербов, вреда здоровью, там, побоев, пыток и всего прочего, что порядки его состояния, физическая форма его. И в итоге, буквально вчера утром молодого человека депортировали, передали обратно в Россию. Что могу отметить, что последние буквально две недели Турция активно идет обновление баз Интерпола, разведки, и они активно выдают преступников, которые по этой линии были как-то скомпрометированы, открыты дела в поиске беглецы из России. Они очень начали активно, турецкая сторона, выдавать вот этих всех подозреваемых, обвиняемых в России. Раньше этой практики такой не было замечено. И к этой же теме обновились правила для получения турецкого гражданства, именно паспорта. Раньше это было гораздо проще проверка, ее усложнили по линии Интерпола, опять же, в эту же копилочку. Теперь получить турецкое гражданство и иностранцу будет труднее. Ранее для этого надо было просто приобрести жилье, собрать документы, или выйти замуж, или жениться на гражданине Турции, прожить три года в браке. Потом очень просто сдаешь отпечатки пальцев и так далее, и получаешь гражданство. А сейчас буквально на этих днях внесли изменения. И теперь нужно будет, назовем так, предоставить справку о несудимости, пройти проверку на самом деле по линии Интерпола, международного розыска, чтобы на тебе не было никаких, скажем так, подозрений, претензий. Ты не был в розыске по этой международной линии, и только после этой проверки теперь будет выдаваться турецкое гражданство. Ранее такой доскональной проверки по этим базам не было вообще. Хватало просто снятия отпечатков пальцев. База обычной турецкой, не международной, если ты не состоял, там у тебя ничего нет, в Турции в полиции турецкой, тебе выдавали гражданство. Это не было проблемой. И теперь эти правила усложнили. Ну, опять же, в прошлых новостях я вам рассказывала про гражданина России, который был в розыске много лет. Ему выдали гражданство турецкое пару лет назад. И в итоге его аннулировали, и мужчину в итоге депортировали. Но гражданство он уже смог турецкое получить после того, как он был в международном розыске. Ну, возможно, к этому тоже ведут все эти, скажем так, пути. Из природных катаклизмов у нас в Анталии просто два дня назад был шторм, ливень. Молния угодила в здание, начался пожар, много деревьев вообще повалило. И был такой поток воды огромный, что просто топило. Есть видео, как просто топят с крыши. И из-под ног с пола течет вода, просто река условно, да. Топят кафе, общественные какие-то заведения. Очень многие туристы стали свидетелями этого катаклизма, записывали видео. Поэтому видео в соцсетях было очень много. Ну, короче говоря, как всегда, было слишком большой поток воды. В столице у нас за несколько дней до этого в Анкаре вообще град выпадал. И у нас, в принципе, знаете, с погодкой июльская стандартная погода в Турции. С одной стороны, где-то пожары идут, где-то ливень топит. Может, селься идти, град идет. Вот прям вот эти молнии. И следующая грань – это засуха, жара. Поэтому в Адане была зафиксирована историческая критическая норма для июля месяца. 50 градусов было зафиксировано в Адане. Я не могу назвать это прям аномальной жарой. В принципе, каждый июль очень жаркий. Это всегда самый пик градусов. Поэтому, кто турист или кто планирует ехать, пожалуйста, будьте осторожны. Загарка, кажется, тела хорошая. Но как-то в меру находитесь под солнцем. Не засыпайте под солнцем. Потому что чревато это солнечными ударами, проблемами, обращением в госпиталь. Короче, берегите свое здоровье. И померьте, конечно же, в алкоголь на такой жаре. Потому что переносится это очень трудно. К примеру, в некоторых районах Стамбула неделю назад ночью, даже в ночное время, не в дневное, ночью была зафиксирована 100% влажность. То есть у тебя днем с солнцем 30 с лишним, подсор, ну, ощущается как 50. И ночью ты не можешь отдохнуть, потому что сильно высокая влажность. И ощущение, что градусы, они как бы на термометре падают, и солнца нет. Но переносится это очень тяжело в этой влажности. Ощущение, что твой организм не отдыхает, не остывает. Поэтому спасают настолько кондиционеры в подобную погоду. Министр транспорта Турции заявил о том, что уже на последней стадии проектировка закончилась. Сейчас идет производство скоростного электропоезда национального, как это переводится с турецкого языка, то есть турецкого полностью производства. Это будет скоростной электропоезд. У него скорость 225 км в час, у него будет 8 вагонов, он будет у нас между городским, да, межгород, соединение города. Вообще сейчас такие поезда уже есть, отходят. Это популярный транспорт между городами. Но увеличится его скорость, и это будет полностью турецкое производство. И по заявлению министра транспорта, закончится это производство к 2025 году. Говорит о том, что он, также заявление его было о том, что было использование, возможно использование этого поезда не только в Турции. Они будут решать вопросы о поставках, продаже в другие страны, что он будет доступен, назовем так, экономичен по своей стоимости, будет выгоден для приобретения и другими государствами. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. В Стамбульском районе Юпсултан есть такой, очень популярный, кстати, у туристов парк развлечений. Он называется Виаленд. Буквально вчера там произошла остановка аттракциона, американские горки, они замерли. И спасатели, скажем так, вытаскивали, спасали людей, эвакуировали. Буквально они шли по... сползали. Шли это кромко сказано. Сползали, карабкались, эвакуировались по вот этим рельсам самого аттракциона. Слава богу, никто не пострадал, не выпал, ничего не сломал, не ранился никак. Но я думаю, что люди, пассажиры и зрители, которые все это видели, останутся с впечатлениями надолго. Поэтому тоже будьте осторожны, аттракционы. Дел такое, конечно, где-то проверено, но до конца на 100% не гарантируют вам безопасности. Очень интересная социальная такая инициатива муниципалитета города Ризе. Муниципалитет сделал по социальных сетях такое предупреждение, намек. В общем, они заявили о том, что готовьтесь, очень много везде камер. И мы фиксируем лица тех людей, которые бросают мусор на землю, если в частности, перевод такой дословный. Но на самом деле, кто мусорит, кто не доносит вам свой мусор до, не знаю, контейнера мусорного бака. Мы сделаем фотовыставку этих героев и распространим фотографии в парке Ататюрка, столетия республики, в центре города. Чтобы все знали, скажем так, своих героев лицо. Об этом заявление было у них в Твиттере бывшем, теперь это социальная сеть Икс. Посмотрим, что из этого будет. Я видела в соцсетях, что это довольно-таки позитивный отклик в комментариях, имеет реакцию у граждан. Надо с этим, конечно, что-то делать. В Турции очень много мусорят и очень много всегда задействовано муниципальных сотрудников, уборщиков, кто этот мусор убирает. Поэтому какие-то, конечно же, меры вводить по борьбе с мусорщиками очень нужно. Это не будет лишним. И Юб Аксу, это представитель, председатель гильдии таксистов Стамбула, вышел в соцсети с большим таким заявлением и угрозами для государства, для муниципалитета и для граждан, наверное, в том числе, о том, что таксисты остались недовольны последним повышением тарифов такси, в частности, в Стамбуле. Таким образом, у нас сейчас посадка, вот по самым свежим поднятиям цен, посадка в такси, просто, что ты его взял, стоит это 30 турецких лир, минимальная поездка 100 лир по счетчику. И там дальше уже как бы цена растет от километра же времени, которое вы проехали. Он остался недоволен, потому что это поднятие цен было на 13% от предыдущей стоимости. По его словам, для нормального функционирования, скажем так, закрытия своих потребностей, ароматизации автомобиля, бензинов и всего прочего оставаться в плюсе, таксистам нужно было повышение стоимости тарифов на 30%, то есть фактически в несколько раз больше. Таксисты остались недовольны и угрожают муниципалитету протестами, забастовками, что они вообще в один день работать не выйдут. Но если мы берем Стамбул, это, конечно, звучит угрожающе и страшно, потому что Стамбул это большая, скажем так, транспортная артерия, и несмотря на общественный транспорт, хорошо развитый, да, количество долмушей, и метробусы, и мармара есть, и метро подземное, куча автобусов наземных, как бы с транспортом проблем нет, но и таксистов у нас очень много населения, очень большое, 18 миллионов. Сейчас в Стамбуле проживает примерно по приблизительным подсчетам, по статистике последней. Короче, в таксистах все равно потребность есть. Соответственно, посмотрим, как они будут себя вести. Ну, могу отметить, как житель, что таксисты всегда недовольны повышением цен, для них это всегда мало. И протесты были, и камнями муниципалитет они закидывали, кстати, какие-то там наказания, арестов за это я не припомню. Им очень многое сходит с рук, потому что у них вот есть вот эта власть, да, коллапса транспортного в Стамбуле, они этим пользуются, качают свои права. В общем, будет видно, как будет развиваться эта ситуация. Я могу предположить, что мы об этой новости услышим вновь в ближайшем. И еще такая интересная социальная новость. Мне очень интересно, что вы будете думать по этому поводу. Вообще, пишите, в принципе, в комментарии под видео, какие вам новости понравились, не понравились, на что вы как среагировали. Будет интересно посмотреть вашу реакцию. Усложняет законодательство штрафы за невзятие чека у кассира на кассе, как для покупателя, так и для продавца. Вот для покупателя штраф, если ты не взял чек у продавца, отказался, в праве, если это кто-то заявит, тебе дать штраф 5000 турецких лир, это примерно 150 долларов. И также для продавца наказание, если он не дал вам кассовый чек в районе 10 тысяч турецких лир, это 300 долларов. Это не маленькая сумма. Объяснение, какое этому закону. Если покупатель сообщит налоговой о том, что продавец пообратится с претензией, не дал ему чек, не выдал, это как-то на камерах будет подтверждено, зафиксировано, что чек не выдан, то штраф будет у продавца 300 долларов. Но, если и вы не взяли чек, как покупатель отказались, например, без чека пришли что-то менять, а он говорит, а у вас чека нет, а вы скажете, а я его не брал, например, вы мне его не дали, ну как спорная ситуация, то и наказать покупателя тоже можно будет в районах штрафа 150 долларов. Но, если сам покупатель придет в налоговую и сообщит о нарушении в течение 5 дней после покупки, о том, что он, я не взял чек, то этот штраф ему предъявляться не будет. Ну, это, наверное, скорее всего для каких-то спорных ситуаций между продавцами, покупателями, ответственность за чеки. На данный момент сейчас в Турции очень легко сдать какой-то товар, вещь какую-то в течение двух недель с момента покупки. И, как правило, в основном, конечно же, могут где-то пофыркать как-то, но обменяют, даже не надо, по сути, какую-то причину супер высказывать, там, брат какой-то, ну, не нравится, не подошло, размер не мой, поменяют. Но очень много покупателей, которые приходят без чека, им тоже возврат делают, не боятся потерять клиентов. Возможно, для регулирования вот таких конфликтных всяких ситуаций ужесточились эти правила. А еще интересная новость в окончании уже, которая просто была мемом несколько дней. Муниципалитет Анталии, Горводоканал назовем, да, поднял цену на воду, питьевую для бытовых нужд, на 446% за раз. И это абсолютно не шутка, не какой-то фейк, а абсолютная правда. Руководство водоснабжения, ну, назовем так Горводоканал, турецкие в Анталии, они повысили стоимость за единицу воды для бытовых нужд, то есть, которая вода обычно течет у вас из-под крана. Так вот, раньше до 5 кубов стоило 1,83 турецких лир, и цена была за объем, а сейчас это стало стоить 10 турецких лир. Представляете, наценочка такая себе довольно-таки, да. Особенно в летний период времени, когда жарко, воды тратится, электричество в разы больше, потому что люди больше моются, принимают ванну, больше тратится электричество. Кондиционеры мотают, вентиляторы различные обсуждения было очень много, мемов, мемасиков на эту тему было тоже много в интернете. Ну, как видите, повышение произошло, но каких-то больших сподвижек, движения масс людских это никак не вызвало. У нас опять же идет немножко подорожание жизни и так далее, повышалась стоимость бензина 3 недели назад, и сейчас потихонечку цены по логистике, доставке, на продукты питания и все прочее, что завязано на бензине, ну, считай, вся наша социальная жизнь на нем завязана, цены тоже поднимаются потихоньку. Вот такие новости в Турции на данный момент. Напишите в комментариях ваши реакции по поводу некоторых новостей, которые вам больше всего понравились, которые вас больше всего вызвали эмоции или возмутили, или вызвали, не знаю, негодование. Пишите в комментариях об этом. Буду очень признательна, если вы поставите лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях для привлечения новых подписчиков и просмотров на мой канал. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в следующих видео. Всем пока.